ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья мои, и снова всем привет. Ну что, Игорянька продолжает гостить у меня. И сегодня мы решили выскочить в море. Вроде как погодку ничего такую нарисовала по прогнозу. Там еще дальше стихать будет. Он будет, короче говоря, в течение дня крутить. Поэтому я думаю, что мы сможем вполне неплохо половить сегодня. Ну, с целью у нас сегодня в первую очередь это треска. А там посмотрим, может, на обратном пути забежим салачки полом. Короче, надо Игоряню, он уже послезавтра улетает. Надо отправить уже с рыбой домой. То есть сейчас мы будем ловить для Игоряне чисто. Выехали мы с Игоряния еще в 3 часа ночи. Что-то приехали пока на берег, поболтали пока. То есть все, не спешили выходить. Ну, время выхода пограничники нам обозначили в 5.30. Хотя почему-то как-то поздновато. Солнце раньше встает обычно по выходу солнца. Ну, вот только раз сейчас время 5.30, и мы выходим. Ладенько, друзья, идти нам не близко. Так что погнали. Игорь Негода Да, друзья, какой кайф передвигаться по такому морю, когда тепло летом. Блин, это вообще просто отдельные эмоции. Просто супер, блин. Теплы, красота, нет волнения какого-то там. Ну, такая рябь присутствует небольшая. Но она, конечно, ни о чем. Идем мы эконом-ходом, то есть неполным. Ну, так вот, 42-43 км в час. Кручу где-то 5000 оборотов. Ну, где-то такой вот нормальный, оптимальный ход получается. Чуть-чуть задрал ногу гидроподъема. Вот, то есть, в принципе, вот в таком режиме минимальный расход топлива достигается. Уже на волнении бывает. Уже, конечно, расход большой. Идти нам порядка, сейчас даже скажу сколько. Идти нам порядка 30 км. И погода сегодня в течение дня обещает быть хорошей. Укачивающей волны нет, поэтому Игоряне сегодня повезло. Она, знаете, бывает, вроде смотришь, даже штилевая погода. Вот ноги там писали на Игоряню в комментариях. Ой, ребят, вот кто писал. Эх, я бы с удовольствием всех бы вас вывез бы, когда вот эта накатная волна вот такая плавненькая. Знаете, просто по моим наблюдениям, вот сколько людей со мной в море ходил, процентов 70 просто прикармливают забор. Причем многие из этих людей мне пяткой в грудь стучали. Да я, да я, на речке там волна. Не, ребята, у нас в заливах мы ходим, там волны такой нет. Вот в заливах практически любая волна, любая, даже штормовая, когда ветер, там сильная волна достаточно. А при такой волне в заливах, например, не укачивает. То есть она такая короткая, не та волна. А море даже, когда плавный-плавный накат, я говорю, блин, ну процентов 70. Тех, кто со мной ездил, ребят, прикармливает. Поэтому многие комментируют, пишут там на Игоряне, вот я там просто, там одного из прошлых роликов. Ребят, хотел бы я на вас посмотреть. Потому что, друзья, не надо там ровнять какие-то там у кого-то водохранилища, это, ребят, не море. Всякие водохранилища, которые закрыты, там даже пускай они широкие, большие, это не море, ребят. Вот, абсолютно. Сегодня ветер как раз-то сейчас обещают в большей мере от берега. То есть накатной волны этой, ну, которая укачивать не будет. Вот справа банки, и вот как раз камни. Около камней, скорее всего, стоит. Сейчас попробуем здесь постоим. Если будет мелочь, да, доливать. Пойдем на те точки. Где покрупнее стояло. Я тебе скажу, здесь не слабое течение, Игорь. Вот, мотор на холостом идет, ветер-то вообще практически никакой, мы стоим почти на месте. Практически не двигаемся, здесь течение сильное достаточно. Давай другое место. Не, ну, посмотрим сейчас здесь, попробуем. Ну, просто не будем ставить сейчас мелкие, поставим побольше груза. 40-50. Ну, да, 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 попробуем ими простучать. Да, вот чувствуется, смотри, вот мотор на холостом, а мы, это, не двигаемся. Получается течение еще и по ветру. Оно бывает по-разному. Крутит, вертит по-разному вообще. Да, вот так вот день на день не приходится. Ну, да, не, ну, здесь, там, может, и не будет. Оно, может, сместиться 200-300 метров в течение, не будет уже никакого. Всяко бывает. Ну, что, друзья, добрались мы до нужных нам точек. Сейчас будем пробовать. Ну, и как раз ловить буду уже другую палку, потому что в прошлый раз я ловил на аргумента, ну, как бы многовато, его сильно перегружал. Это вот уже мы, когда стояли место без течения, там, мы уже кидали, там, 22 грамма. У меня как раз на аргумент был до 28. А сейчас у меня появилась такая палка, Riverdance от Narval, вот, уже тестом до 70 грамм уже, как раз для этих целей она более чем подойдет. Вот, как раз будем сегодня ловить 50-60, если просто стали здесь еще дать течение такое присутствует. И, как бы, я уже начал подготовку к Якутии, и эта палка мне как раз туда тоже подойдет, потому что все-таки где-то хочу, там, на джерке, где-то хочу, ну, короче, достаточно тяжелые, крупные приманки. Вот, как раз сейчас буду пробовать, что за палка. Желаненько начинаем нашу рыбалку, погнали. Бумс, отстукивает тяжелый вес. Дынцы, достаточно проводку делать, достаточно виток пауза, и вполне этого достаточно. Дынцы, вполне неплохой подрыв. Ну, а ловим, друзья, на чебурашки со всетами, потому что здесь зацепы мертвятские. Головку достаточно быстро зацепишь, оборвешь, потому что тут такие волны на дне, я так понимаю, лежат, обросшие всякое всячины. Ну, бывает, сама, может, чебурашка между где-то этих волнов попасть и зацепиться конкретно. Ну, раньше, что ты хотел, глубина и течение, Игорь. Очень долго падает. Сейчас вот в ту сторону по носу кинь, и намного быстрее будет падать, потому что течение будет как раз на нас. О, Игоря, я смотрю, уже тащит. С первого, конечно, рыба, рыба. Я даже по флёвку ни удара ничего не буду. Да, по-разному бывает. Бывает подвисцем, бывает как стукнет, так офигеешь. Даже некрупный отрезкам. Я треску первую жизни поймаю человеку. Ну, может быть, пора. Ну, видно, что рыбу тащишь, не зацеп, ничего. Я просто под мокрой сделаю, она села. Да, да, да. Бывают с такими поклёвками, Игоря, отдай спиннинг просто, блин. Вот чем кайф ловить на джиг треску, а не на этот самый. Не на всякую там всячину. Надо пока вытащить. Конечно, ну, вполне неплохая, зачётно. Вот, ребят, мои, у-ху, первый трескал в моей жизни, Володя, спасибо. Ух, крутяк, ребята. С первого заброса, да, по-моему? Да, с первого заброса. Ну, и такая пойдёт более-менее. Так, Володь, куда ее только теперь, Володь? Куда, кидая на транец. Там влажность или... А, подожди, здесь глубина небольшая, на кукан можно. На кукан садеют, да и всё. Сейчас рыбу-то надо сохранить как-то. Не хочется, ну, чтобы она высохла на солнце. Так, я даже попробую поменьше, что-то шестьдесятки как-то многовато. Не сорок, Володь. Сорок, вот я думаю, сорокет, да? С первого начинает, да, Володь? Нет, с последнего. Ну, вот, друзья, Игоряня первый открыл счёт сегодня. Это радость первого заброса. Здесь это неплохая примета, как бывает по-разному. Так что я думаю, что будет вполне ловиться. Шланника продолжаем, и хотя бы не вот этот додик. Дело в том, что у нас раньше... Раньше была отрезка, без трусов в воду не зайдёшь. То есть это ещё там 7-8 лет назад, блин, это были кони. Раньше мы её много достаточно ловили. И ловили, ну, как правило, на больших глубинах. И такие 40-50 метров. И в основном всё на пилкера, такие уже, 200-300 грамм. Ну, честно, мне это как-то рыбалка в те годы как-то очень быстро надоела. Ну, нет того интереса, когда ты ловишь наджик. Наджик всё-таки она бывает с такими ребят поклёвками. Как влупит, так влупит, прям бывает. Ах, не разочаровывает. Поэтому именно наджик гораздо её интереснее ловить. Уже стоишь, когда на якоре, не в дрейфе, как вот мы раньше ловили. То есть это плавучий этот якорь-парашют. Дрейфуешь потихонечку, вдрейфуешь и в отвесик ловишь. То есть какие-то позиции находишь там и по каким-то определённым трекам передвигаешься. В бок кинул, так вообще такую дугу по течению сразу выдувает. Скобу сразу не хочу застёгить, ну, чтобы хоть какой-то у нас... Ну, что если скобу застёгнёшь, она будет к тебе постепенно подтягиваться, приманка. То есть на проводку не останется ничего. Есть! Вот, с поклёвкой вот это, Игорь. Вот это да, прям с поклёвиной в руку. Добавим, блин. Да, всё чётенько. А? А не пойму пока. Я же, блин, пока с глубины подымешь, хрен поймешь, какого она размера. Да, 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 да. С поклёвкой прям, да, да. Ну, это у меня тоже была один раз. Она даже, мне кажется, до дна не успела коснуться, где-то влупила. Ну, поменяйте приманку, Игорь, что-то, конечно. Растаскивает уже. Мелочи приятно. Что такое отпускаем? Конечно. Ну, с поклёвкой, блин. Бывают, блин, такие поклёвки, вот такая вот мелочуга, может так лупануть, что... Ну, это мелковато. Да, совсем мелочи, незачётно. Что посоветуешь, какую вам? Не знаю, Игорь, выбирай, тут на вкус и цвет. А у тебя какую поставила? Попробуем отпустить её. Думаю, надеюсь, выживет. Ну, такую вот. Так что, вот, друзья, первое и у меня есть, но мелковато. Сейчас, если будет ещё такая мелочь, пойдём в другое место искать. Что-нибудь покрупнее. Ещё по другим точкам пробежимся. Вот я вообще сейчас... Коробка резины. Да, вот всё у тебя под носом. Вот лежит. Вот такая же пойдёт, Володь? Пойдёт, пойдёт. Я решил, ребят, облегчить уже головку. Да, я не знаю, граммов 26-28, там не написано, примерно так стоит. И прям долгие-долгие зависания. И прям такая поклёвочка, прям класс. Вообще огонь. И такая плавная, бело-текущая проводка. Ну, тоже она пока подвисит, пока упадёт. Пока дна коснётся. Опять. Есть, да? Да? Блин, отвалилась, ё-моё. Да. Смотри, резинку подобрал. Вес подобрал. Даже, дети, скажу, не совсем в резине. Ну, опять тычок, прям поклёвочка, классика. Получать вес поменьше послал, да, 40-ка? Да. Сейчас переброшу туда же. И 26-28, достукивает, с трудом, но достукивает. А, видишь, как я здесь такая. Ну что, друзья, попробовали, постояли здесь. Ну, что-то, несколько поклёвок было, и тишина на этом. Поедем другие точки исследовать сейчас. Погода позволяет кататься по морю, нам идти до следующей точки 5,5 километров, где хотелось бы попробовать. Там и помельче, и, возможно, течения не будет. Здесь просто получается кидать только, ну, небольшой вес только против течения самого. Тогда ещё приманка нормально отстукит. А по течению кидаешь, ну, только уже большие надо ставить, там, 40-50 грамм тогда ещё работают. А уже там 26, ни в какую. Я хочу, знаете, всё-таки поменьше вес. Если там не будет течения, я, может быть, вообще граммов 18 поставлю, что-нибудь такое попробую. Ну, знаете, когда на лёгкую, она и поклёвка совсем по-другому ощущается. Вот, так что, ладненько, погнали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА я поклёваю офигенно как судак вообще вот не отличить поклёвку класс что-то мелкое но поклёвка то такая знатная можно переехали опять на эту шнуроту еще мельче чем было ударилась и говорю там поклёвка как вообще смотрите мелочи поклёвка ну прям реально даже такую мелочь кайф ловить просто одно удовольствие сейчас постоим здесь попробуем еще куда поехать поискались не будет крупность сместились мы несколько километров да друзья наступил полнейший штиль вообще просто море идеально течение правда конечно тяжело приманки заглублять но правда как наступил стиль больше не поклёвки просто нет так все хорошо начиналось я еще как накаркал что-то все фигня с первого заброса поклёвки и все больше вообще тишина просто ничего мы уже тут избороздили лодок было полно все рассосались куда-то в одну точку все сбежали потом в другую мы тоже туда-сюда промотались вот так вот протечение вроде бы простукивать и потечение вообще не заглубляется и говорю же пробует в ответ словить батарейки садятся рыбы нету да странно странно столько мест уже если испробовать как вот как наступил стиль так сразу полная тишина поклёвок было поклёвка и фига сюда сарган гуляет вон спереди по носу на он может идет идет по верху видишь вот не могу показать ребят просто рыбу я тащу огромную наверное это этот как его там сейчас посмотрим что там кто-то вот он вот кореша поймал нормальный поймать не может да только вот этот вот такой вот байду словил что ну зато ребят с поклёвкой клюнул этот монстр страшный зараза фигасе как в секте такая вот красивая наверное наверное красивая все-таки рыбешка такая это на необычного она не будем долго мучить иди расти пошел торпедой вниз на блин море прям вообще просто не за сколько у нас вода интересного хоть купайся на улице тепло такой легкий ветерок начинает конечно видеть я вода пока я не хотел бы купаться 14 6 ну по одной выше подымаешь но обычно в дрейфе мы как пилкер в но только стукнул и чуть-чуть сразу при подымаешь потому что если какой-то валун обязательно впоришься вот это так что мы как в дрейфе на течение такое смотрю блин вот чисто по носу кидаю в принципе 30 граммами простукиваю в ту сторону 30 грамм бесполезно с ракет едва 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 вот туда и скидать лучше полтинник ну смотри как сарган то далеко до от берега нет да это же байда походу голова стики но это как там его правильно забываю все название его как там с корней этом не ну как по научно там скорпейни как-то так как то такая такая фигня что такое это не помню не помню вылетает время с головы все хочу запомнить его он правильно называется короче морской черт блин не в комментариях не раз пишет а я все забываю мы его в основном до морским чертом и зовем блин поклевки таки приятный хотя даже такую байды получить потом уже тебя часа на 2 вообще ничего даже да больше наверно уже больше двух часов не поклевки ничего вообще тут вот хоть ходят такого получить поклевку это приятно но такая звонкая все равно поклевка чуть-чуть к я такая прям приятно приятно да было только что и сидит понял да тебе поставь тут вес сыграет значение в первую очередь попробую просто приманку поменять переменял но и медвес вес головки найди головку граммов 30 метам головки именно и здесь хотя бы зацепов таких нету как там там она отрывались ребят стуками опять этот корень смотри какой здоровый на себе вот эту точку нашел вот это да прямо смысл хавала ты такое до нас проглотит такой хавальник были мама не горюй здоровый вот это да мы из-за того сюда приехали такой монстр блин страшный монстр упасть у него блин моя голова чуть не влезет туда вот зверюга такая вот страшный пошел не ну блин и гриза то с поклевками все каев и мою все каев главное поклевка мы зачем едем с чтобы не за рыбы в руку ощутить динь сюда тычок тычок как на судаке прям поклевка блин сошла скотина вот это похоже было от рисочку это похоже было если найдем и клевать есть опять тем что ли по ходу опять он друзья монстр трескаем и видал треска всем трескам треска вот это мы нарвались сегодня на turbo мега клев такая осталась да фиг его знать игорь может что-то просто на не клюет сложно сказать все так все бы палка жесткая бы все чё хочешь шоу друзья видите чё клюет нас что-то как-то такое прям шикарное утро было но ничего мы не сдаемся или это давай может игорь скажем хуже нет с первого заброса когда поймать давай мы скажем лучше что тебе стало плохо ты прыгал всю лодку прикормил за борт и поэтому мы снялись и поехали домой перестань меня позорить сказать да игоря не вырвал и мы уехали все пошли лови салат еще скажем не только вырвал еще и понос пробрал лютых а там не вырвал но фабанс поклевка ты дынс классная вообще да пофиг что милость даже но это уже покрупнее чуть-чуть не самый-самый дудик зато поклевка сама ценность в этом дереве дынс такая класс это да вот это да опять же это херня колобок ну ничего половим хоть это клюют блин у меня на все она клюнет вон такую же вот такая же приманка один в один только цвет чуть другой да 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 ну нет у меня больше такой приманки чем могу сказать одна единственная валялась дело тоже ребята здесь хороших то приманок то полно но сюда лучше их не использовать как правило вот старые какие запасы которые ну в расход пустить по той причине что здесь очень много бывает отрываешь и хорошую резину просто жалко просто жалко поэтому вот на находит что там где-то в помойке можешь сказать валяется только такую как правило используешь нормальную ну блин я как-то тут этих нарваловских взял в тот раз был почти пачку по отрывал на них клевала можешь идти пешком на берег как святой наверное кто ж еще здесь что-то нам с треской силе никак не закладывается хоть на этих вода уже на теплые да фиг его знает играть вот это ротан вот это да приманка для пучков называет да да тебе не надо вот этот кошелок хочется приманку отдал не надо они все равно это колючки вот такой вот ребята 5 здоровый пускай даже один это зато клюет или я получаю от рыбалки то что я хочу получаю максимум удовольствия главное поклевки на стиле стоять в море в таком блин краж такое море то увидишь я не за рыбы я никогда за рыбу не еду и так что ты у нас жадный до рыба я жадный до рыбалки а я жадный до рыбалки не после я могу целый день стать не поклевки я буду кайфовать да это единственная проблема знает что когда нет ни поклевки нет контента вот это единственная проблема нет вообще бывает когда нету не поклевки а я кайфую мне пофигу хуже всего когда сразу с первого заброса поймаешь на любви ну и все и кирды да я не верю в эти приметы ну ну сейчас совпадение такое сколько раз было из первого заброса и понеслась но бывало конечно что ты начинаешь эту приманку не сам и потом я поставлю там это еще самская какая-то на уставшего там вся такая раздроченная я могу и отдать я на другую поймаю господи подберу другую поймаю друзья решили мы что так дело не пойдет вот поедем с игоря не на другую рыбалку не надеюсь что игоря не хоть что-то сегодня поймает поймал одну вот треску самый крупную зато поклевки а больше не за я кайфую даже то тихо еще потом пару поклевок и все не я кайфанул даже от этих вот и главное что ну раз вообще не клют даже эти ну на не поклевку четкую дают шесть точек сменили ну чё это все люди разъехали 48 2 тополи на плющике сидим люди всегда на чай пьют он сегодня это на черта себе самую ловчую приманку подобрал мне дал пришивы так ладно чё погнали дальше ребят мы не сдаемся мы никогда не сдаемся будем искать рыбу другую рыбалку сегодня сейчас на другой да 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 не каркай ё-моё слава у него ничего никто не ушел а Ну вот, друзья, добрались мы с Игоряни до Балтийска, сейчас будем показывать Игоряни другую рыбалку, то есть рыбалка будет на салаку, сейчас мы оснащаем удочки и будем пробовать, будем надеяться, что она будет сегодня клевать. Сейчас быстренько собираемся и будем пробовать, может быть, хотя бы салачки половим, для Игоряниного разнообразия. Да, Игоряни? Да, салака еще не ловил, вообще морскую рыбалку никогда не было. Ясно. Что-нибудь поймаем сейчас, я думаю. Давай, давай, пробовать. Давай, подымай, подымай, подымай. О, Игоряни. Что, опять с первого заброса поклевка? Да, и все, первый, последний. А, да нет, это все будет нормально здесь. Подымай, 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 все, уже подымай. О, сидит. Короче, бывает в этом месте, где поклевка, вот, одна, две, две. Ух, нифига себе, гирлянду. Вот так надо ловить. О, все. Вот так, ребят, салаку ловит. Сними меня, пожалуйста. Вот, ребят, моя первая жизнь салака. Вот эта гирлянда. Вот это, я понимаю, уже контент. Да, и вот, ну, мелкая, конечно, есть и неплохая есть. Вот неплохая такая хорошая салачина. Так, Волоси, какую, говори, братья, какую отпускать? Аккуратненько снимай, вот эту мелкую отпускай. Нафиг на них же. Вот эту бери, это нормально, пойдет. А вот эту мелкую водички налить в тюменку, и куда? Да, сейчас куда? Ты сейчас на это ведро набьешь, блин, за полчаса. Не, чтобы она не сокла. Сверху. Ладно, все, разбирайся со своей снастью сам, да, я тоже хочу поварить. Ну, вот так, ребят, сейчас будем пробовать в отвесик. Опускать, опускать. Опускаю, даже периодически бывает притормаживаю. Сейчас где-то в отверт, где-то, может быть, забросик будем. Покупная самая простейшая оснастка. Сейчас надо понять, в какой она толще воды. Забираем молотик. Да, забираем, неплохие, что, на жарюху пойдет. Пошел-ка, и у меня пошла. Что-то пошла, да, да, да. Все, с первой же постановки он, как дугую, дугую, дугую палку набиваем. Не спешим поднимать, чтобы набить по максимуму крючков. Дергается, дергается, дергается. О, вот чувствуется вес, когда начинаешь поднимать. Да, да, чувствуется, что крючков больше по пути идет, ведешь, когда она будет, часть отвалится. О, 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 одна отвалилась. Офига себе гирлянду, у Володки. Ай. Вот так вот. Пошла жара. Такая рыбалка мне нравится. Хорошая. Вот это рыбалка, я понимаю. Вот это уже, это уже чёс называется. Вот это рыбалка. Если сейчас удочки все будут в этой чешуе, я, блин, замучишься, скоблить потом. Конечно, это надо другие удочки попроще брать. Когда на друга наругаешься, он приведет в рыбное место, и сразу начинает ловиться. Да, 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 да. Ну ты даешь. Вот так, ну ты горяй, а. На друга он наругается. А, пошла возня. О, ты туда. Ого, ты меня сразу, ты туда вот в какой-то толще воды. Подергала, подергала. Давай, набивайся, набивайся. Утяжеляй удилище мне. Ух, ты все. Забавно, да, Игорь? Ух, хороший. Вот это вот, я понимаю, рыбалка. Ого, как она бьет. Подымает кверху удилище тоже. О, пора. О, увесистый идет. О, волокь, смотри. О, ух ты. Красота, Игорь, красота. Зачем, смотрите, я у себя смотрю. У меня тут тоже. Валилась я. О, пошла и хорошая, смотри. Не мелкая, нормальная. Потому что стоил с того берега, смотрим, прям мелочевка совсем мелкая была у народа. Видел я. Ну и Валера созвонил тоже, говорит, мелочь. В основном много. Нормальная. Это вполне неплохая. Все будет в этой чешуе салачи. Ну и как-то думаешь, за сколько мы ведро набьем? У нас такой рыбалка. Большой тазик. Все, пошла жадность. Жадность пошла работать в голове. Это не жадность. В Москву увезу. Все увезу. Ухи, это не жадность, это домовитость. Целый день одну поклевку увидел за день. Сейчас приедем ко мне и пожарим ее. Давай. Попробуешь на вкус. Давай. Я думаю, завтра наловим еще, да? Не знаю, поедем мы сюда или нет. Я думаю, со Светой поболтать, как он захочет. Можно было бы так чисто поугарать. Я ребенка хотел бы вывести. Я там очень заморозил. Мелкого бы сына хотел бы вытащить на такую рыбалку. В общем, отрицает своих венетках. Ну, все. Ну, что, Игорь, как тебе такая рыбалка? Вот это да. Ой, себя поперло, да, Игорь? Да, не умеешь ловить. Шутка, конечно. Нет, и самое главное, Володь, вот нету, 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 а вот в определенную толщу воды попадает. Определенная она поймает эту толщу воды и в этом месте стоять, трясти, пока не набьешь все крючки. Вот, и тогда все, и будет тебе счастье. Я вот так постравлю леску, притормаживаю. Раз, еще островлю. Где вы видите, почувствуешь шпаклевку, она сразу же в руку тебе отдает все. Все, там и тормозишь. Либо, если косвозно, начинаешь приподнимать. О, вот она, а, блин. Вот она пошла набивать. Рука машинально подсекает начинает. Ну, давай. А дальше не хочет. А Вячеслав Васильевич, ты на такую рыбалочку не попал на салат? Пошла, пошла, вот подымает груз. Да, груз подымает. Вячеслав Васильевич не попал на такую рыбалку. В следующем году надо наверстывать. То, что не сделано в этом, будем наверстывать в следующем году. Да, ребята? В огне. О, где-то пошло. О, и у меня пошло. Да, сейчас за полчасика ведро на дергаем, да поедем дальше домой уже. О, о, боже, блядь. Так, это мы отпустим. Берем только хорошую. Ни хрена, охренеть. Я тишь не могу. Тут она вешалась. О, о, блядь. О, блядь, да шушь отваливайся, ты моя радость. Ну, нет, губы нежные. Нежные. И все, поэтому и отваливается. О, это красавица. Ой, посолить такую свеженькую. Вяленую берем, да? Ну, возьми, возьми. Ну, жареная классная, как семечки, потом будешь трескать. И вяленая она просто классная. Охрененная рыба. Вот ее навялись. Это просто офигенно. Это я удачно попал перед домом на рыбалку. Это я удачно нашел, Володенький. Вот это уже дело пошло. Пошло дело. Так, поехали. Увесисто пошло. Нет, не совсем что-то увесисто. Забросил, да? Я чуть-чуть забросил, да. Она так дольше падает. Нормально. Хорошо пошла. Неплохая такая совочка. Вообще хорошая вот эта. Еще краса. Вон там еще воноке сидит. Да-да-да. Две штуки отвалилась. Вот она, толща воды попалась. Ого. 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 Давай-давай, набивайся, набивайся. Давай полная. Мало, да? Мало. Неплохая. Смотри по размеру-то. Да-да, зато добротный. Ого. Набил. Не набил нифига. Две штуки дошло только. Из всех. Сколько там было фиг знает. Ну, зато хорошая вонки. Ого. Кто бы сомневался. Мой вон жаришь, она жирная какая. Салатная. Не, она очень вкусная. Я свеженьку прям, блин, домой привезешь, как пожаришь. А, кайф, горями. Прямо вообще кайф. Не, ну что не нажарим? Что-то. Вот такую закуску. Нет, это исключено. Если ты заходишь завтра на такую же рыбалку. Да. А что с тобой будет, если завтра моя будет чуть-чуть покачивать? Чуть-чуть. Дубас идет, ребят. Вообще просто. Только успеваю опускать. Давай-давай-давай. Давай-давай. Набивайся вся. Все это все не получается толком набить. Не, одна. Одна. Одинешенька. Мелкая. Отпустим. Поговорить тупо. Слетает. Слетает. По пути бывает, блин, все слетают. Дубас, дубасит. Ну что ж ты не хочешь, остальные где? Где кореша все? Вся банда. Во, банда пришла. Пришла. Две мелковастые. Да и хотя и те можно погали. Да, нам пасть уже порвана, что ее отпускать. Какие-то отпускаешь, которые нормальные, целехонькие остаются. Какие-то нафиг. Блин, ребят, уже пол ведра, ебая. Мы только начали ловить. Десять минут стоим. Охренеть можем. Это-то можно отпустить. Даже дна не успела коснуться. Ну, груз сам. Вот, где-то в толще воды. Попалась одна и пошла остальных провоцировать на поклевку. И тащит-тащит против течения. Да что ты будешь делать? Что же за фигня такая? По одной. Ну, ничего, что-то рыбалка. Фигня, а не рыбалка, и глянь. То ли дело, мы ставили бычка этого, вернее этого, как его. Скороцени ловили. Там поклевка, д-д-д. Ну, здесь тоже в руку хорошие поклевки идут. Как это у нас кролопена, скороцена, блин, хрен поймешь, короче. Короче, колючка. Короче, черт, ну и в Африке черт, да. Как ни, как ни, не крути. Ой, Горяне, привет, привет, давай, Горяне. Сейчас еще не потвалится. Притормозил, все. Давай, давай, да. Потрясем, потрясем, не будем спешить. Потрясем, может, натрясем. О, вот это уже вес чувствуется, вот, натрясать надо. Перед этим не тряс, тут прямо чувствуется, увесисто. Надеюсь, ничего не отвалится. О, полная, полная. Трясти надо, Игорь, трясти, как всегда. Я что-то вот не тряс, и смотри, какая хруст нижняя, прям вообще селедина такая, прям вообще хорошая. Вот это, да, прям вот эта селедка. Уже вот такая, ребят, уже на селедку похожая, не селедка. Да, да, да. Да, оно хорошее. Ну да, такая прям нормально, селедина. Селедка. Ну, вообще супер. Одна, но добротная. Сейчас еще минут 15 половим, ядро на объем и домой. А нет, ничего больше склонить. Часов до шести половил бы. Да, у нас лодка потонет часов до шести. Куда нафиг ее столько? Куда ее столько, Игорь? Да домой возьму. Да куда ты, самолет не взлетит с перегрузом с таким? Мне может 20 килограмм везти. Сейчас заставишь еще дополнительный багаж покупать. Не, не, не. Так, давай, 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 набиваем, набиваем. Должно быть полное. Слабину лучше немножко все-таки на тяжечку держать, а не давать. Потому что бывает она перехлестает, перепутает так, потом снасть хрен распутаешь. Ооо, ооо, тяжко-тяжко идет, тяжко. Ну, не сильно тяжко. Думал, что больше будет. Ну, нет, нормально, три штучки и неплохие. Смотри, да, вот таки размер пошел, да, чуть-чуть получше. Размер пошел чуть получше. Игоряне, Игоряне исполняет. Ооо, что-то тяжело идет. Ооо, вот уже дело пошло, должно по-боле быть. Не потвалится. Давай, давай, при, при, Игоряне, при. В сторону утаскивает. Чтоб мы с голоду не подохли. Ооо, вот это свое, вот это два пустые, вот это, мои волосы. У меня одна, я пока на себя тут отвлекаюсь. У меня и снасть немножко подпутала сразу. Вот это, вот это я удачно опустил. Я Игорю, короче говоря, снастку дал, там крючков побольше. Ты у нас, а, браконьер-то у нас. Снастью, штраф писать надо. Я не браконьер, я домовитый просто. Не браконьер, домовитый? Да, в дом, хоть семью. Давай, давай, утяжеляйся, утяжелилось, что-то отвалилось уже. Что-то, ну, она чувствует, дынь, дынь, да, отвалится. Ооо, ооо, пошло дело. Оо, гирляндочка. Одна отвалилась, две отвалилась. Ну, хорошая простреливает. Такая, прям, ничего такая. Ну, все, друзья, ведро полное, хватит на сегодня уже просто не оттянуть ни Игоря, ни меня. Она клюет и клюет просто с каждым забросом, по нескольку штук засекается. Ну, короче говоря, ну, сколько можно ее, вот так вот хватит. Игорянья еще к себе домой, в Москву. Да, он позвал меня Алычным, что мне все мало. Никогда ее не ловил, хоть раз в жизни попробуйте, опять я плохой. Да, прямо уж, я шучу, что-то. От меня все мало. Я шучу, Игорянья, что, что это самое. Я на ведро один наловил. Да, считай, Игорянья почти все поймал. Нет, нет, ты тоже цеплял хороших. Ну, нет. Да, чешуи, конечно, прилепляют на палку. Ну, да, чешуи замучишься потом отскабливать. Нет, ну, все равно отскабливать. Ну, на сегодня, ребят, хватит. Я думаю, что вот так эта рыба сейчас с Игоряней, это все мы делаем, нажарим, покушаем. Ладно, друзья, нам пора собираться, может быть, еще на одну рыбалку съездим перед Игоряньей, уездом. Как всегда, всем желаю здоровья, всем ни хвоста, ни чешуи, конечно же, пожизненно. Ну, и до новых встреч на водоемах. Все, всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok